Ученики и учителя Юрий Тернавский, председатель правления группы предприятий ЭКЛИЧ-продукт и ОПТ, Ольга Безубченко, председатель профсоюзного комитета и Елена Зыкина, инженер-технолог предприятия. Юрий Тернавский отметил, в чем сейчас состоит главная задача родителей и педагогов. Он также ацентировал внимание на том, что для решения этой задачи нужно всем объединить усилия. Только вместе мы сможем с нашими сильными общими родители и преподаватели воспитать настоящих будущих членов нашего общества. Наша главная задача, чтобы по окончании школы они могли поступить в лучшее учебное заведение, чтобы они могли получить профессию, которая поможет в жизни им утвердиться. В нашем управлении более 200 рабочих профессий. И с первого дня нашей совместной работы мы будем заниматься популяризацией этих профессий. Мы будем вас приглашать в наши предприятия, на молокозаводы, в аптеки, в магазины, в клиники. Вы будете смотреть и овладевать теми знаниями, которые вам помогут в будущем в выборе вашей профессии. Понимая, насколько экономически сложно сейчас учителям, Юрий Тернавский передал педколлективу сертификат номиналом 3000 гривен на молочную продукцию торговой марки «Азовпродукт». Оксана Назарова, директор 38-й школы, с гордостью делится совместными проектами. Юрий Иванович и наши шефы являются инициаторами ежегодного конкурса «Ученик года». Этот год является продолжением этого традиционного конкурса. Они поддерживают таким образом наших талантливых учеников, вручая на последнем звонке стипендии. В этом году мы продолжаем нашу традицию. И я надеюсь, что самые талантливые, самые старательные дети на последнем звонке получат достойные награды от наших шефов. Также она поблагодарила группу предприятий «Эко-Личпродукт» и «ОПТ» за возможность ученикам посещать их предприятия. Посещают аптечную сеть, они посещают молокозавод. Очень часто ребята могут посетить вместе со своими родителями кинотеатр савона. И даже в летнее время, благодаря нашим шефам, мы посетили Свято-Покровский собор и таким образом причастились к каким-то нашим святыням. Ольга Безубченко поздравила не только всех первоклассников с началом их пути, но и обратилась к тем, кто уже готовится вскоре покинуть стены родной школы. Я желаю вам, чтобы вы правильно определились на своем жительном пути. И наше предприятие, которое является производителем пищевых продуктов питания, которое является реализацией, предоставлением фармацевтических услуг, с большим удовольствием встретит всех тех и отлучит всему тому, что знают наши специалисты. После линейки первоклассники с первой учительницей прошли свой класс. В этой школе он располагается в отдельном одноэтажном здании со своим актовым залом и инфраструктурой. В классе есть игровая зона. С первоклассником Никитой на первый звонок пришла вся семья – родители и бабушка с дедушкой. Александр, отец Никиты, с большой радостью отправил своего сына в первый класс. Выбор пал на 38-ю школу не случайно. Я здесь вырос, моя любимая школа. Я хочу, чтобы мои дети учились здесь. И в принципе мне нравится директор и все, что здесь происходит, и учителя. Поэтому хочу все мои дети, чтобы здесь учились. Пока двое, третий на подходе. Юрий Тернавский поблагодарил учителей за их нелегкий труд и обратился к первоклассникам. Вы знаете, я хочу свои воспоминания, когда я был первоклассником. Для нас учитель, это первая учитель была Тереза Ивановна, которая действительно была вторая мама для нас. Класс был очень большой. Было 42 человека. Значит, было практически у нас было 30 девочек и 15 мальчиков. Значит, сколько было девочек у нас. Понимаете, классы были переполнены. Было 6 первоклассов. Значит, это был Приморский район, у нас наша школа. Это было как вот вчера. Насколько детские воспоминания, они очень яркие. И так и вам сегодняшний день заполнится на всю вашу жизнь.